Я грузин, я русский, я хакас, хакасия, родина моя, наши руки крепки, а душа романтична, мы надежда и вера этих древних саян, мы в историю впишем строкой поэтичной, наши разные судьбы, судьбу россиян. Торнике Хрикули, ученик пятой школы Абакана регулярно участвует в поэтических конкурсах. Мальчик мечтает стать актером, школьник обожает выступать, зрительское внимание, поэтому не смог пройти мимо этой акции и решил непременно выступить сегодня в библиотеке. Автора у моего стихотворения нет. Это русское произведение такое, сочинил народ, так сказать. Стихотворение называется «Мой родной край». К такому, как сказать, успеху пришел я в далеком-далеком 2018 году. Когда я пошел в первый класс, меня научила быть самоуверенным, таким артистичным. Моя любимая учительница начальных классов Зинаида Алексеевна. Сегодня акция проходит одновременно на нескольких площадках в разных частях города. К примеру, в юношескую библиотеку «Ровесник» пришли не только школьники, но и студенты. Отметим, проект «2022 секунды чтения» проводится в Абакане уже в восьмой раз. Мы когда придумывали вот эту вот акцию, какую-то акцию городскую, еще в 2014 году это был год культуры, если я не ошибаюсь, да. И мы тогда еще придумывали, чтобы такое сделать, чтобы это зазвучало. И вот мы тогда придумали 2014, ну пусть будет секунд, взяли калькулятор, посчитали, сколько это, полчаса с небольшим. Ну а почему бы нет, за полчаса можно очень много прочитать, очень много рассказать. Ну вот решили. И каждый год у нас с тех пор добавляется одна секунда. Я очень люблю стихи. Я сама сочиняю, у меня есть около трех-четырех стихотворений из своего сочинения. И поэтому я решила прочитать стихотворение именно про красоту стихов. Начала я писать где-то лет шести. В садике нам рассказывали стихотворение и я решила, а почему мне не написать свое стихотворение. Первое моё стихотворение было про заяца. Как заяц пропал куда-то, искал время там. Такое юмористическое, но родителям понравилось. Выступить в рамках акции «2022 секунды чтения» могут все желающие, независимо от возраста. В этом году участники читают стихи собственного сочинения, а также произведения поэтов страны на русском, хакасском, узбекском, таджикском, киргизском языках. И кресло бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет. Не пропадешь, не сгинешь ты. И лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Надежда Савельева, Андрей Аралов. Новости.